Добрый день, дорогие маленькие мои друзья! Я больничный клоун Костя, настоящий доктор Костя! И сегодня мы с вами будем играть в самую настоящую больницу! И будем рассказывать все терминные и все процедуры медицинские детально! А это, кстати, мой друг Искандер! Что вы делаете, Искандер? Мне тут какую-то пуговицу хотят надуть! Пуговицу надуть? Подожди, как можно надуть пуговицу? Значит, пластмассовая, по-моему? Другую! Другую? А! Это, наверное, пуговица на руке! Да? Пойдемте к доктору Лили, которая знает про это все-все-все! Она делает это не больно и расскажет, и покажет, и объяснит! Потому что манту – это очень важная штучка! Пойдем! Вот! Заходи, Искандер! Это доктор Лиля! Это Искандер, знакомьтесь! Доктор Лиля – очень хороший доктор, педиатр! Она тебе все расскажет про эту пуговицу! Здравствуй, Искандер! Расскажи мне, что случилось? Здравствуйте! Мне тут какую-то пуговицу хотят надуть! Вот! Значит, речь идет о пробе манту! Ну, давай поговорим об этом поподробнее! Вот скажи мне, что тебя окружает? У меня окружают деревья, солнце и снег! А из живых существ что-нибудь видишь? Вас и Костю! Вот, да, меня все видят! Да, это видимый мир! А ты знаешь, что существует невидимый мир? Который мы можем увидеть только через микроскоп! Если посмотреть через него, то там очень много живых существ, они выглядят по-разному! Некоторые выглядят как шарики, их называют коки! А есть, которые выглядят как палочки! Одна из таких палочек, палочка Коха, ее назвали в честь ученого Роберта Коха, который ее открыл! Она вызывает заболевание туберкулез! Чтобы проверить, эта палочка попала к тебе или нет, ставят пробу манту! Скажите, пожалуйста, а это больно? Нет, это абсолютно не больно! На руку делается небольшая такая маленькая пуговка, и через 20 минут она исчезает! Да, и ничего не больного! И еще мне говорили, что через 3 дня меня будут измерять! Линейкой? Да! Но будут измерять линейкой не тебя, а саму пуговку! Если эта пуговка превратится в точку, то значит эта палочка убежала от тебя! А если эта точка покраснела и стала плотненькой, как бугорок, то это значит, палочка залетела в тебя и задумалась, что ей делать! Если у тебя очень много защитных клеток, значит ты сильный, и эта палочка от тебя убежит! А если у тебя мало защитных клеток, то эта палочка может у тебя засесть и размножаться! Поэтому пробу моту нужно делать каждый год! А что там внутри пуговки? Внутри пуговки туберкулин! Ее тоже придумал немецкий ученый Кох! Он взял палочку, оторвал он ее вредную часть, как жалу пчелки, ее нагревал, ее чистил, и потом получилось безвредное вещество туберкулин! А что мне делать, чтобы эта палочка не попала в мой организм? Нужно соблюдать правила гигиены! Но прежде всего, это хорошо кушать, естественно, руки мыть перед едой, дальше после школы отдохнуть, не смотреть постоянно телевизор, не сидеть перед компьютером, правильно ведь, Костя? Да, да! И гулять на свежем воздухе! Тебе никакая палочка не будет страшна и вообще никакой микроб! Спасибо за рассказ тетя Лиля! Теперь я знаю, что в манту это очень важная вещь! А в будущем мы расскажем не только про манту, но и про другие дочные прививки и медицинские манипуляции! Всем спасибо! Всем до свидания! Субтитры подогнал «Симон»!